Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Ремером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Добро пожаловать! Меня зовут Рик Ремер. Очень рад, что вы с нами сегодня. Я верю, что сегодня вы узнаете много нового из Божьего Слова. Мы рассматриваем первую главу книги Откровения и изучаем видение Иоанна, превознесенного Христа, описанное в этой главе. Прежде чем продолжить, я хочу быстро повторить разбор одного ключевого слова в первом стихе. Оно закладывает фундамент для всей главы. Первый стих первой главы книги Откровения начинается так. Откровение Иисуса Христа. Именно это мы и получаем в самой первой главе изучаемой книги Откровение об Иисусе Христе. В прошлой программе мы разобрали, что значение слова «откровение» по-гречески «апокалупсис» является очень важным для понимания всего текста. Слово «апокалупсис», переведенное здесь как «откровение», состоит из двух греческих слов. «Халупсис» — закрывать, завешивать что-либо. Зачастую используется для обозначения занавесок или штор, подобным тем, которые висят на наших окнах. Разумеется, когда шторы закрыты, нельзя рассмотреть, что находится за ними. Для этого потребуется открытие. Слово «откровение» описывает процесс поднятия занавеса или раздвигания штор. К греческому слову «калупсис» — шторы или завеса — присоединяется слово «апо», которое соответствует слову «прочь» и придает всему с основному слову значение «убрать завесу», «раздвинуть занавес». Я бы сказал, что мы это делаем, когда хотим выглянуть в окно в своем доме. За вашими окнами есть много всего, но если шторы закрыты, то вы этого не увидите. То, что скрыто шторами, находится там уже некоторое время, но вы не можете насладиться зрелищем, пока не раздвинете шторы. Лишь полностью раздвинув их, вы сможете увидеть то, что все это время находилось за окном. Вот что такое «откровение». И вот какое значение несет слово «апокалупсис», переведенное как «откровение». Поэтому, когда «откровение 1.1» говорит об «откровении Иисуса Христа», речь идет о том, что завеса сверхъестественным образом была убрана. Своим духом Бог раздвинул занавес и позволил нам увидеть Иисуса таким, каким никто ранее его не видел. Эти строки написал апостол Иоанн, что очень важно, потому что Иоанн хорошо помнил Иисуса. В первой главе первого послания Иоанна мы читаем слова «полной любви» о том, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши. Он сохранил воспоминания об Иисусе в своем сердце. Он все еще слышал голос Господа. Он помнил Иисуса. Но в первой главе книги «Откровения» Иоанн увидел Иисуса, каким никогда не видел. Никогда не видел его раньше таким, потому что духовная завеса преграждала ему обзор. Но теперь Святой Дух убрал эту преграду, и Иоанн увидел Христа Превознесенного. Христос всегда был таким, но Иоанн не мог видеть этого, пока не получил Откровения. Таково значение слова «Откровение». Книга Откровения посвящена Откровению Иисуса Христа. Это самое главное Откровение Книги Откровения. Первый стих первой главы заканчивается именем Иоанн. Автор сообщает нам свое имя. Четвертый стих начинается с имени Иоанн. Иоанн — семи церквям, находящимся в Азии. Итак, во второй раз за четыре стиха Иоанн снова сообщает свое имя. И это очень важно. В девятом стихе он снова делает это. Девятый стих начинается так. «Я Иоанн». Он использует местоимение «я», по-гречески «эго», привлекая внимание к себе. «Если вы сомневаетесь в том, кто пишет вам, позвольте мне подтвердить, что это я, Иоанн, и я обращаюсь к вам». Эти слова очень важны. Церковь переносила тяжелые испытания за веру. К тому времени все ученики Иисуса приняли мученическую смерть. Иоанн был единственным из двенадцати первых апостолов, кто остался в живых. Церковь сильно пострадала от рук императора Домициана, который провозгласил себя Господом и Богом. Он требовал, чтобы по всей Римской империи люди поклонялись Ему и возжигали благовония Его извоянием или изображениям. Верующие отказывались делать это, за что подвергались жестоким гонениям. Иоанн также не избежал этой участи. Он был сослан на остров Патмос, где, будучи политическим заключенным, страдал за Евангелие Иисуса Христа. Иоанн пробыл на Патмосе 18 месяцев. Он не имел возможности связаться с церковью, которой в то время очень нужно было слышать голос своего генерала веры. Поэтому, обращаясь к церквям, в девятом стихе первой главы книги Откровения Иоанн еще раз говорит «Я, Иоанн, это я, это действительно я, вы так нуждались в моем голосе, и сейчас у меня есть что сказать вам, это я, я Иоанн». Разумеется, люди очень внимательно читали эти строки, зная, что написал их сам Иоанн. Обратите внимание, как Иоанн называет себя в девятом стихе «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божье и за свидетельство Иисуса Христа». В этом стихе Иоанн уточняет, кем он является. Во-первых, он говорит «Я, брат ваш». Иоанн мог назвать себя известным учеником Иисуса. «Последним живым апостолом». Он действительно мог описать себя с помощью имевшихся у него регалий. Однако в тот момент он обращался к людям, страдавшим за свою веру. Иоанн общался с ними на их уровне. Апостол не стал хвалиться перед ними о том, насколько он велик. Он просто написал «Я ваш брат», поставив себя на один уровень со своими читателями. Это признак истинной духовности и зрелости. Зрелый человек не будет доказывать свое влияние. Человек зрелый способен встать на один уровень с людьми, которых он хочет достичь. Именно это сделал Бог, воплотившись в человеке. Бог пришел на землю и стал как человек. Это признак духовной зрелости. Иоанн не хвалился своим положением. Он просто сказал «Я Иоанн, брат ваш». Слово «брат» по-гречески «эдельфос», является медицинским термином. Слово «дельфос» имеет значение «утроба женщины». В написании «эдельфос» слово приобретает смысл «рожденный из той же утробы». Иоанн, употребивший термин «эдельфос», переведенный здесь как «брат», сообщает своим читателям следующее. «Вы и я, мы из одной утробы». У нас одни переживания, одни испытания, у нас одни чувства. Мы рождены из одной утробы человечества. Но это еще не все. Он также имел в виду «мы рождены одним Богом». Мы едины во Христе. Кроме того, здесь есть еще что-то более важное. Слово «брат» употреблено в популярном новозаветном значении. Что я имею в виду? В Новом Завете указывается, что верующие приветствуют друг друга словом «братья». Но так было не всегда. Напоминаю, что изначально это был медицинский термин. Слово «адельфос», «брат», не было настолько расхожим, каким оно стало в новозаветных текстах. До эпохи правления Александра Македонского, который был величайшим полководцем своего времени, солдаты обожали его. Время от времени он устраивал масштабные церемонии награждения, на которых собиралось множество восхищенных воинов. Когда Александру сообщали о том или ином солдате, который проявил отвагу, совершил что-то сверхожидаемого, полководец вызывал этого бойца по имени. Вскоре на большой сцене выстраивались герои. Полководец заключал каждого из них в свои объятия и объявлял зрителям, «Пусть вся империя знает, что Александр горд быть братом этому воину». Называя солдата братом, он говорил, «Он и я — одно». Мы родились из одной утробы. У нас одни чувства. Мы сражаемся вместе. У нас одна победа. Вдобавок к этому, слово «брат» стало военным термином, близким по значению к словосочетанию «боевой товарищ». Он и я — товарищи. Именно в этом смысле брат употребляется в Новом Завете. Когда святые приветствуют друг друга, говоря «братья», они предают этому обращению военный оттенок, называя себя товарищами по оружию. Иоанн пишет письмо тем, кто страдает. Его читатели могут считать себя пораженными из-за того, что проходят через испытания. Но Иоанн говорит им, «Я горжусь тем, что я ваш брат». Пока вы сражаетесь, пока вы стоите на ногах, пока вы идётесь к победе, я хочу, чтобы вы знали. Я горжусь тем, что знаю таких людей, как вы. Вы не просто мои братья. Вы мои боевые товарищи в Господе. Для тех, кто читал это письмо, такие слова были мощнейшей поддержкой. Но Иоанн продолжает. «Я Иоанн, брат ваш». Теперь вы понимаете, что слово «брат» содержит армейский смысл. «Я ваш боевой товарищ, и мы сражаемся на одном поле». Он также пишет, «И соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа». Иоанн называет себя соучастником. Греческое слово «кайнония» означает иметь что-то общее или обладать таким же опытом. В сочетании со словом «сун», конструкция приобретает значение «совместные партнеры». «У нас общий опыт». Все равно, что сказать «пройденные все мы испытания не уникальны, я тоже их пережил». Иоанн, как мы помним, был сослан по приказу императора Домициана на остров Патмос, где он страдал за свою веру. Домициан преследовал верующих повсеместно. И Иоанн напомнил им, «Вы не одиноки, я пережил то же самое, я находился в тех же условиях, что и вы». Во-первых, он говорит им, «Мы — братья», что является эквивалентом фразы «Мы — боевые товарищи в вере». Во-вторых, Иоанн пишет, «Не думайте, что ваша ситуация уникальна. Мы все проходим одно непростое поприще, и я ваш соучастник в нем». Он снова встает на один уровень со своими читателями, чтобы наладить с ними контакт. При этом апостол добавляет, что является соучастником в скорби. Слово «скорбь» — «тлипсис», очень часто употребляется в посланиях Павла. Оно равнозначно выражению «тяжелейшая ситуация» и описывает состояние человека, которого прижали к стене, пытаются сломить его дух, ослабить его волю, задушить его. Апостол Павел использует это слово в прямом значении во втором послании к Коринфянам в первой главе в восьмом стихе, сообщая, что находился в тяжелейших условиях. Таков смысл слова «тлипсис». Иоанн прибегает к этому термину. Чтобы описать то, что ему довелось испытать на своем пути веры. Он не был усыпан розовыми лепестками. Ему пришлось столкнуться со многими трудностями в своем хождении в вере. Он пережил жестокие гонения, которые он имел право назвать своими «скорбями» — греческое слово «тлипсис». Другими словами, он сообщил, «Я оказывался в условиях, когда меня пытались опустошить, сломить, задушить. Я не знал, смогу ли сделать еще один вдох». Иоанн говорит об этом непросто, чтобы уведомить читателей, насколько сложно ему пришлось. Он устанавливает с ними контакт, как пастырь, обращающийся к своей пастве, которая тоже проходит через трудные времена гонения от рук императора Домициана. Иоанн продолжает и говорит, почему он претерпевает все эти скорби. «Я, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа». Иоанн никогда не упускал из виду цель, ради которой он страдал. Его целью было царство. Царство по-гречески «василея». Означает «правление Бога». Иоанн всегда держал в памяти, что все это ради царства Божьего. Подобным же образом, когда вы сталкиваетесь с трудностями, не превращайте их в свои собственные испытания. Помните, вы распространяете Божье царство, против которого сражается враг. Дело не столько в вас, сколько в том, во имя чего вы живете. Иоанн же ради царства Божьего. Он также использует слово «терпение». Это греческое слово «хупомене». Это слово со звуком «х» в начале, которое образовано из двух частей. «Упо», что соответствует приставке «под», например, «быть под тяжестью большого груза». И «мено», что значит «я нахожусь», объединяясь в одно слово «хупомене», которое переведено как «терпение». Это не самый удачный перевод. Рисует картину выносливого человека. Человека, который «мено» находится, и «упо» под тяжестью груза, принявшего решение стоять твердо и наотрез отказавшегося отдать свою территорию. Это его место, и он никому его не отдаст. Иначе говоря, Иоанн пишет, «Независимо от того, что происходит в моей жизни, неважно, что предпринимает император, какую бы форму не приняли гонения против нас, я твердо решил, что не сдамся, не сдвинусь. Я буду непоколебим в своем посвящении Иисусу Христу». Уже в этой части девятого стиха мы видим глубочайший смысл. Во-первых, Иоанн подтверждает, что именно он обращается к читателю. Во-вторых, он называет себя нашим боевым товарищем, воином, сражающимся с другими бойцами. Далее он называет себя соучастником. Ваши испытания не уникальны, я в одной лодке с вами. Он говорит, что является соучастником скорби. Напомню, что слово «скорбь» означает «очень тяжелые условия». Полузадушенный человек, тот, кого прижали к стене, тот, кто оказался в обстоятельствах, когда пытаются сломить волю. Этими словами Иоанн описывает свою жизнь на острове Патмос, где он страдал за веру. Далее он говорит, что делает все ради Басилея, ради Царства Божьего. Я прохожу через такие испытания за Царство Божье. Не ради самого себя, но ради Царства, в которое я верю. Я переношу страдания в терпение Иисуса Христа, говорит апостол. Хупомене, я принял решение, я не поколеблюсь, не сдвинусь с места, я сделал свой выбор и буду непоколебим. Удивительно. В этом стихе нет ни малейшего намека на готовность сдаться. Это не сгибаемый человек. Иоанн движется в вере. Он посвящен своему делу. В своем первом послании, в 5 главе, 4 стихе, Иоанн написал, «У нас есть вера, побеждающая мир». Иоанн жил по этой вере, в убеждении, что преодолеет восстающие против него обстоятельства. И в конце концов Иоанн вышел победителем. Его вера взяла верх над системой. Она помогла ему выжить в ссылке. И если вы будете посвящены своему делу, если вы примете решение, что будете непоколебимы, то выживите. Вы не просто выживете, но станете победителем. Никогда не думайте, что вы одиноки. Есть люди, которые, как и вы, сталкиваются с испытаниями. Им приходится делать шаги веры, преодолевая трудности. Они ваши боевые товарищи. Вы же их соучастник. А вместе вы живете ради Царства Божьего, по его принципам, делая Божье Царство неотъемлемой частью своей жизни. Также Иоанн сообщает, что он был на острове, называемом Патмос, за Слово Божье и за свидетельство Иисуса Христа. Слово «был» по-гречески «геномай» всегда описывает состояние человека, который оказался без защиты или был застигнут врасплох. Без защиты или врасплох. Слова Иоанна можно выразить следующим образом. По стечению обстоятельств, сложившихся непонятным мне образом, даже не представляя, как такое вообще могло произойти, я каким-то образом оказался, «геномай», на острове Патмос. Иоанн не предвидел такого исхода событий. Но из-за цепочки обстоятельств, «геномай», он удивительным образом оказался на острове Патмос. В прошлой передаче мы изучили, каким был этот остров. Патмос служил местом ссылки как для обычных преступников, так и для политзаключенных. Иоанн был сослан сюда по политическим причинам, поскольку отказался сжигать ритуальные благовония перед изваянием императора Домициана. Его обвинили в нарушении закона и отправили в ссылку, сделав политическим заключенным. Так старец оказался на пустынном острове посреди моря. Иоанн пишет, «Я знаю, почему я здесь». «Я здесь», — говорит он в 9 стихе, «за Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа». Такова была истинная причина его ссылки. Когда вы сталкиваетесь с трудностями, важно помнить, почему это произошло. Ваши испытания даны вам за свидетельство Иисуса. «На вас нет вины. Дьявол — враг Слова Божьего». Он противится вашему свидетельству. Иоанн не сдался. И вы не опускайте рук. Стойте крепко. Будьте тверды. Не сдавайте позиции. И не сдавайтесь. Следуйте примеру Иоанна. Обратите внимание, что апостол пишет в 10 стихе. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный». Иоанн рассказывает нам, как он получил книгу Откровения. Во-первых, он сообщает, что был в духе в день воскресный. Слово «был» — снова греческое слово «геномай», означающее «быть незащищенным или застигнутым врасплох». То есть Иоанн не ожидал, что что-то подобное произойдет с ним в этот день. Что-то внезапно произошло. Он был застигнут врасплох. Прекрасной иллюстрацией употребления слова «геномай» является 10 стих 10 главы книги Деяний, где рассказывается об апостоле Петре, который находился на крыше дома в ожидании обеденной трапезы. Библия говорит, что он вошел в выступление, впал в транс. Слово «вошел» — это то же самое греческое слово «геномай». Иначе говоря, Петр, находясь на крыше дома, не предполагал, что войдет в транс. Он просто ждал обеда. Состояние иступления, в котором он оказался, было полной неожиданностью для него. Петр оказался в ином измерении, в состоянии транса и получив видение. Итак, здесь мы видим пример того, как слово «геномай» употреблено для описания человека, застигнутого врасплох. В книге Откровения 1.10 Иоанн использует то же самое слово, говоря, «Я был в духе в день воскресный, геномай. Я не понимаю, что случилось. Такого в тот день я ожидал меньше всего. Я не предполагал, что нечто подобное произойдет, но каким-то необъяснимым образом, геномай, я оказался в духе». Слово «дух» в некоторых английских переводах Библии написано с заглавной буквы. Однако в греческом тексте оно начинается со строчной буквы. «Я был в духе». Иоанн описывает «духовное измерение». Его слова могут означать следующее. «Я не знаю, каким образом. Неожиданно для меня я был застигнут врасплох. Я оказался в духовном измерении». И добавляет «в воскресный день». «В воскресный день» — это не «воскресенье» и не «шаббат». Иоанн употребил здесь греческое слово «куриакос». Это технический термин, который изобрел император Домициан, когда повелел всем жителям Римской империи один раз в месяц в определенное время поклоняться Ему. Иоанн говорит «куриакос», то есть в день, когда вся империя била поклоны безумцу и развратнику Домициану, когда повсеместно воздавали честь и хвалу этому падшему поручному лидеру, именно в этот день я переместился в иное измерение. «И пока мир поклонялся своему лже-предводителю, настоящий царь вошел в пещеру, где жил Иоанн, и явил себя апостолу в совершенно новом свете». В тот самый день Иисус открыл Иоанну Свою прославленную сущность. Послушайте, что говорит Писание. «Я был в духе» — мы видим здесь греческое слово «гиномай». «Я оказался в духе» с маленькой буквы. В духовном измерении я обнаружил себя в духовном мире. В день воскресный, когда все поклонялись императору, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, «Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквям, находящимся в Азии». И далее он называет эти семь церквей. «В Ефес, в Смирно, в Пергам, в Сардис, в Фиатиру, в Филадельфию, в Ладикею». Обратите внимание, как Иисус называет себя. «Я есть Альфа и Омега». «Альфа» — первая буква греческого алфавита. «Омега» — последняя буква. Сочетание этих двух букв означает «Я — начало и конец», и «Всё, что между началом и концом». Это равнозначно выражению «Я — всё, что есть». «Я — Альфа и Омега». «Я — первый и последний». «Я — всё, что есть между началом и концом». «Я — вседостаточен, чтобы восполнить твои нужды». Здесь мы видим, что Иисус обращается к семиосийским церквям, епископом которых являлся Иоанн. И с этого момента мы продолжим нашу следующую программу. Но в девятом стихе заключено так много. Иоанн напоминает нам, что он наш брат и сотоварищ. Он наш соучастник. Он также испытывает скорби. Но он знает, что всё это ради царства. И он принял решение пребывать в терпении. Он будет выносливым, непоколебимым, стойким. Он подвергается всевозможным нападкам за своё посвящение. Однако посреди всей этой тьмы, в которой находился Иоанн, он оказался в духовном мире, где Иисус явил себя истинным владыкой. В то время как мир поклонялся своему земному победителю и лжецарю, истинный царь вошёл в пещеру Иоанна. Иоанн, подобным же образом, когда вам кажется, что вы придёте во тьме, в эмоциональной или любой другой сфере вашей жизни, настанет время, когда Иисус удивит вас. Он неожиданно явит Себя и откроется вам по-новому. Если вам нужен Иисус-целитель, Он придёт к вам как целитель. Если вам нужен Христос-избавитель, Он явит Себя как избавитель. Если вы хотите познать Его как того, кто даёт процветание, Он придёт к вам как тот, кто даёт процветание. И Иисус откроется для вас там, где вы находитесь, и в той сфере, где вы нуждаетесь. Об этом мы узнаём из первой главы книги Откровения. Время нашей передачи подошло к концу. Эта программа получилась очень насыщенной. Я молюсь о том, чтобы вы многое приобрели сегодня из неё. Если у вас есть молительная просьба, воспользуйтесь информацией на экране, чтобы связаться с нами. Мы люди молитвы, и когда мы говорим, что будем молиться за вас, мы сделаем это со всей серьёзностью. В заключении напоминаю вам о том, что говорится в книге Экклесиаста 8.4, где Слово Царя, там власть. Пусть сила Слова Божьего высвободится на вас сегодня. Увидимся в следующей программе. Библейские события оживают на страницах книги Риккореннера «Свет во тьме». Откройте для себя мир Нового Завета и отправьтесь вместе с автором в древние города, где были основаны Первые Церкви. Оцените важность послания Иисуса Христа этим церквям, а также их актуальность для современной церкви. Книга «Свет во тьме», том 1. В деталях расскажет вам о пребывании апостола Иоанна на острове Пакмас, а также о его встрече со Христом. Окунувшись в атмосферу событий первого века, вы сможете почувствовать то, что пережил Иоанн, находясь рядом с Иисусом. Эта книга углубит ваши знания о Личности Христа и поможет по-новому взглянуть на многие библейские истины. Скачайте ознакомительную версию бесплатно на сайте IGNC.org. Здравствуйте, меня зовут Джо Реннер. Я хочу поблагодарить всех партнеров нашего служения. Ваша поддержка помогает нам распространять Божье Слово. Сегодня Церковь и общество все дальше отходят от библейского учения и все больше полагаются на мотивационные источники. Многие люди читают книги по саморазвитию, обходя стороной Библию, или же относятся к ней как к очередному справочному пособию. Однако мы должны строить свою жизнь на том, что говорит Библия. И мы стремимся к тому, чтобы каждый человек строил свою жизнь на Слове Божьем. На протяжении десятилетий поддержка наших партнеров помогла нам открыть много новых церквей. В нашей церкви мы делимся достоверным учением на основании Библии, как единственного источника истины. Мы должны всегда помнить об этом, если мы хотим пройти свой жизненный путь во свете. Мы развиваем интернет-церковь, чтобы наши служения могли смотреть люди в разных городах мира, распространяя Божье Слово по всему лицу Земли. Мы приглашаем вас стать нашим партнером и помочь нам нести библейское пробуждение все большему числу людей в вашей стране и по всему миру. Мы здесь, чтобы исполнить наши видения, донести Евангелие Христа до ближайшего окружения и даже до краев земли. И ваша поддержка очень важна для нас. Свяжитесь с нами, зайдя на сайт ignc.org. Спасибо, что посмотрели эту телепрограмму. Чтобы получить дополнительную информацию о материалах служения или узнать, как стать партнером служения, пожалуйста, свяжитесь с нами по контактам, которые видите сейчас на экране, а также присоединяйтесь к пастору Рику в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова